Этим летом погода оставляет желать лучшего. Почти беспрерывно изо дня в день идут дожди. И, конечно, появляются лужи, которые, как говорится, не обойти, не объехать. Съемочная группа телекомпании «Альтекс Медиа» решила посетить одну из самых крупных луж в центре Артемовского района, находящегося на пересечении Центра по расчету и выплате субсидий и приватизации жилья и аптеки. Нам стало интересно, что же думают артемовцы, которые в большинстве своем часто посещают эту черту города. Вот по этим лужам часто ходим. Да, руководство знает. У нас уже в газете несколько раз прописывали вот это все. Мы спросили у артемовцев, кто же должен следить за появлением луж. Должен ли уделять внимание этому вопросу Центр по расчету и выплате субсидий и приватизации жилья, непосредственно перед которым находится злосчастная лужа. Ну-ка, не знаю, что мы все равно к ним прием. Вот видите, всякими путями обойдем и придем. Их, видимо, это не касается. То есть вы считаете, что они ничего не... Ну, они могли бы сделать, но нет желания у них. И вот сейчас иду и думаю, надо было мне по той стороне прийти, а не по этой. Ну, вертываться, конечно, я не стала. Пошла по этой вот. Так везде вот. Пройду. Ну, обратно я пойду уже по той стороне. Конечно, предприятия тоже обязаны убирать. Если вот они здесь находятся, значит, они должны убрать. Ну, вот такие большие вот прорехи, как у нас сейчас здесь, конечно, это нужно все-таки где-то выше стоящего дома. То есть, власть. Каждое предприятие должно выделять какие-то деньги на ремонт ближайшей территории. Ведь магазинов требуют ближайшую территорию. Они ремонтируют и посадку делают, значит, и даже жильцы должны, жильцы должны облагораживать свой участок. Поэтому я считаю, что сознательность людей должна быть. Вот я хочу сказать вот про эту лужу, да. Эта лужа, ну, понимаете, должен быть хозяин в городе. Должен быть контроль. Если делают ремонт дороги, да, то, пожалуйста, это же ведь идет стоимость всего за бесплату из бюджета. Так вы будьте добры, вы принимайте по окончании дороги, как они, значит, все там действуют, как что. А то, смотрите, сделали дорогу, вот это все залито и никому ничего не надо. Я считаю, знаете что, вот смотрите, вот эту, когда дорогу ремонтировали, это же все равно заказ был администрации. Так ведь? Они сделали неправильно. И вот тот, кто делал эту самую, вот эту дорогу, пожалуйста, с него и нужно спросить, а при чем здесь вот они, если там неправильно сделали. Эта вот лужа, по-моему, все время из-под конвеков стоит, а когда вот там начали делать дорогу вот эту главную, это ведь еще больше. Вот такого ведь не было, пока дорог главную не делали. Я считаю, за это должна отвечать администрация. Администрация. И они, и они должны делать около себя-то, где сделано хорошо, где вообще-то самое лучшее, не пройти, не проехать. Также мы поинтересовались у артемовцев, что же можно предпринять, чтобы в нашем городе произошли положительные изменения, что можно сделать для устройства порядка в Артемовском. Надо что-то сделать, конечно. Ну, допустим, они могли там засыпать чем-нибудь или дощечки положить, да? Конечно могли бы. Вот к аптеке сделали, ведь проход к аптеке сделан, а здесь нет. Мы спросили и о том, устраивает ли артемовцев качество обслуживания центра, который они довольно часто посещают, добираясь до него столь сложными и входными путями. Раньше было лучше. Я пошла в ЖКО, мне написали, поставили печать, я ушла. Сейчас у нас какие-то очереди безобразно и отношения безобразные. Я один раз была, даже не знаю, куда идти спросить что-то. Они рявкают. А вы что, не видите? Ну, в общем, конечно, мне не особо нравится. То есть бегать приходится дальше? Приходится бегать, и не по одному разу. Также нас заинтересовал вопрос о отношении артемовцев к нововведению о получении различных субсидий на карту Сбербанка или же через почту. Ветераны, они тоже переходят на карточную систему. Вы удобно начинаете, да? Да, я тоже зарплату на карточную систему. Пенки получаю на карточную. Ну, для детей, которые там не сложные. Вот, у меня тоже, да, инвалид. Тоже думаю, как. Конечно, инвалидам, вот лежачим особенно, старым, пожилым, это нужно делать как-то особо отдельно. А понимаете, что вот я сама инвалид, да, я, значит, это самое, мы получали пенсию и вот это вот, значит, под ЖКХ и субсидию получали на дом, приносили. Это было очень удобно, потому что не каждый человек может прийти с карточки снять. Где-то он заболеет, где-то как-то что-то, нужно кого-то просить. А здесь так было очень удобно, что приносили из пенсии. Приносили, значит, там в двух или в трех, это самое вот в этих, как их назвать-то, переестров. Но было удобно. Я считаю, было гораздо лучше, чем сейчас. И это не только мое мнение. Вот у нас там вот во дворе сколько живет людей, они все против вот этого. Продолжение следует...